Друзья, всем привет! Досмотрев этот видеоролик до конца, вы узнаете актуальную информацию о том, что происходит на рынке недвижимости в Москве, Московской области и России в целом. Как вы знаете, я занимаюсь подбором новых автомобилей и регулярно снимаю ролики на тему того, что происходит на рынке новых авто. Но также мы снимаем большое количество роликов про недвижимость. И там очень много людей пишут комментарии, мол, сними, пообщайся с кем-то из агентов, из риэлторов, кто может рассказать, как изменился наш рынок после 24 февраля. Сегодня ко мне в гости приедет Дамир, тот самый агент, который мне помогал покупать квартиру, который последние годы занимается недвижкой в Москве и Московской области. Также я делал публикацию в Инстаграме, а именно в сторис, где предлагал каждому агенту прислать видео и высказаться, как он видит происходящую ситуацию, какая от него будет аналитика, чего нам ждать в ближайшем будущем. Несколько человек прислали, таким образом этот сюжет будет насыщен по информации. В любом случае, досмотрев его до конца, вы всегда сможете высказать ваше мнение в комментарии. У этого ролика у меня будет просто шикарнейший спонсор, как никогда актуальный, но записан он был еще в начале февраля этого года. Поэтому давайте я вас с ним познакомлю, а после чего приглашаем Дамира, нальем по чашечке кофе и пообщаемся на актуальную тему по нашему рынку. Спешу донести информацию для всех тех, кто подумывает, что было бы неплохо заиметь недвижимость за границей и в частности в солнечной Турции. Есть у них там такая компания, имя которой Арбат Холмс, это ведущее лицензированное агентство с опытом 13 лет, который является также застройщиком. Вот эти ребята с удовольствием помогут вам приобрести недвижимость. Их клиентами стали уже жители Европы, России, Казахстана, Канады, Украины, Голландии, Германии, Америки, Португалии, Индонезии и это еще далеко не весь список. У них вы можете купить себе недвижимость, плюс ко всему они вам помогут на всех этапах. Начиная с юридической чистоты, поддерживаю вас психологически, что немаловажно, потому что всегда находятся на связи, всегда отвечают на ваши вопросы. С переездом, если вам нужна будет мебель, какие-то бытовые услуги, как настроить работу счетчиков, куда платить коммунальные услуги. Все эти этапы, все что нужно для быта, все вам организовывают. Не забывайте, что жирный плюс Турции и покупки недвижимости там, это возможность получить сразу вид на жительство. В дальнейшем, если вы действительно хотите туда уехать полноценно жить, у вас есть возможность получить и гражданство. Но при этом стоит не забывать, если вдруг вы, например, купили квартиру, поездили годик-два, вам не понравилось, но такое тоже бывает. Агентство Arbat Homes сможет вам помочь с продажей его. Могут выставить и перепродать, или же, например, могут сдавать вашу недвижимость. Можно выбрать различные варианты, например, летом вы находитесь здесь, ваша недвижимость сдается, осенью становится холодней, а в Турции еще светит солнышко и можно поплавать в море. Вы едете туда. Люди будут сдавать вашу квартиру и, соответственно, помогать вам с пассивным доходом. Компания Arbat Homes это лицензированное агентство с 13-летним опытом на рынке недвижимости. Они занимаются строительством, они разбираются в стройках, они стараются создавать апартаменты по такому принципу, чтобы это была удачная планировка, подбирают земельные участки, где недвижимость будет наиболее востребована. Можно сказать, ну в рекламе всегда все сладко-гладко. Никто вам не мешает прилететь лично, они вас встретят, организуют вам трансфер, организуют вам проживание в хорошем отеле, в хороших апартаментах, вывезут вас на все объекты. Вы можете ходить с рулеточкой, все мерить, проверять, щупать, трогать, спрашивать. И только тогда, когда вы убедитесь в том, что данный вид недвижимости вам подходит, вам сделают полный комплексный расчет, где и за что вы платите, на каком этапе, можно ли купить в рассрочку, можно ли купить в кредит. Когда вам дают полную картину, вы принимаете решение и говорите, я согласен, давайте бить по рукам и подписываться. Все ссылочки на них оставляю в описании, все контакты, ватсапы, телеграмы, инстаграмы, ютюбы, сайты, все есть. Пишите, звоните, получайте бесплатные консультации, а дальше принимайте решение. Кто знает, как развернется наша жизнь и что будет завтра или после завтра, вполне возможно, что когда-то мы станем с вами соседями в солнечной Турции. Магия монтажа, Дамир здесь. Дамир, привет! Друзья, хочу напомнить, что в связи со всей этой ситуацией все везде кругом блокируется, поэтому, если что, все активные ссылочки на телеграм-каналы, на Яндекс.Дзен и остальные соцсети, которые могут работать, ждут вас в описании. Обязательно подпишитесь. Дамир, давай с тобой начнем, как говорится, со дня вчерашнего. До 24 февраля. Мы все очень сильно ждем мира. До 24 февраля. Как вообще, какая ситуация на рынке была? Покупали, тишина, просыпались, вроде как впереди весна. Вот кратенько расскажи, что там? Мы в прошлом видео рассказывали о том, что общались с тобой, общались, и информация была о том, что ожидаем понижение цен, какую-то корректировку на 3-5 процентов и так далее. Собственно говоря, никакой логике спрос не поддается никогда, и что-то прогнозы делать сложно всегда. Собственно говоря, что произошло? После Нового года начала расти процентная ставка, и людей это не оттолкнуло, а наоборот спровоцировало еще больше к покупке, потому что люди боялись, что ставка начнет дальше расти. Поэтому спрос начал далее подогреваться снова. Поэтому до 24 февраля был такой же высокий спрос, как и перед Новым годом, как и в ноябре и так далее. То есть, был высокий спрос, и ценники плавно, но вверх шли. То есть, подводим итог до 24 числа, несмотря ни на что, что все становится везде кругом плохо, по факту, ну, в частности, Москва, Московская область. Цены на недвижимость потихонечку, но растут, ставка ключевая от Центробанка растет, соответственно, вместе с ней растут ипотеки, кредиты, и, соответственно, народ думает, что завтра будет еще хуже, и поэтому идет и покупает. Всем привет, меня зовут Дарья, я более 10 лет занимаюсь недвижимостью, у меня свое агентство недвижимости в Санкт-Петербурге, и я хотела бы рассказать, что происходит с рынком недвижимости, и что будет дальше, дать какие-то прогнозы. Хотела бы начать с того, как все начиналось. За полторы-две недели до нам поступали постоянно от Сбербанка отказы. Совершенно никак не обоснованные люди, даже с хорошей кредитной историей, полностью зеленой, совершенно с чистой белой зарплатой даже на Сбербанк. Они сразу, буквально за секунду-две получали отказы, что для Сбербанка совершенно не свойственно. Он обычно очень лояльный банк, и, в принципе, получить у него одобрение не так уж и сложно. Что уж говорить, к нам даже обращались сотрудники Сбербанка, которые хотели купить через нас квартиры, но, к сожалению, как раз-таки Сбербанк даже им не одобрил. То есть, это было очень странно. Еще ничего не изменилось, никто ничего не понимал, но Сбербанк уже поголовно всех отправлял на перерассмотрение, либо с пометкой, что попробуйте в следующий раз одобриться. Наступает 24 число, после него проходит буквально неделя, и в процессе этой недели у нас первое, что происходит, это меняется самое страшное для нашего рынка недвижимости, это ключевая ставка. Она становится 20%. Ставки настолько большие, что рынок ипотеки, в принципе, покупатель-ипотечник, он, в принципе, вымрет. Вот, значит, все старые условия, которые были озвучены, кроме банка ВТБ, это отдельная история абсолютно. Всех остальных банков, старые условия, которые одобрены, они действуют до 27 марта. Почему такая дата, не знаю, выбрали дату 27 марта. Значит, если до 27 марта на сделку не выходит ипотечный заемщик, то его заявку отменяют, и он заново, ему нужно будет одобряться по уже новым условиям. Вот. У банка ВТБ ситуация намного хуже. У банка ВТБ среди моих коллег, и у меня одна сделка такая произошла, к сожалению, значит, развернули на сделки. Ну, то есть, мы звоним менеджеру, говорим, все ли нормально, все хорошо. Нам говорят, да, хорошо, мы приходим на сделку, и нам кладут кредитный договор, измененный с новыми условиями. Но мы разворачиваемся и уходим. Всем привет, меня зовут Наталья Требина, я агент по недвижимости. И сегодня также хотелось бы добавить пару слов о сложившейся ситуации на рынке недвижимости. Ну, во-первых, повсеместно срываются сделки. И у многих встает вопрос, почему. То есть, была там сделка, какие-то там договоренности, завтра, послезавтра выходим, даже в день сделки, за час сделки срываются. Почему? Я нарисовала вам такую очень незамысловатую схему. То есть, смотрите, здесь у нас есть человечек с деньгами. То есть, он приходит, например, покупать квартиру, а этими же деньгами он там платит за большую квартиру. Но везде в конце есть кто-то, кто выходит в деньги. Так вот, вот этот кто-то, кто выходит в деньги, он на сделки отказывается. То есть, люди элементарно боятся остаться с деньгами, что с ними будет, куда их девать, что с ними сделать, чтобы их сберечь. И поэтому сделки отказываются. Из этого рождается еще один момент. Это то, что адекватные предложения с рынка просто-напросто уходят. То есть, люди на время приостанавливают продажу и прекращают показы. То есть, на рынке остаются либо жутко переоцененные объекты, либо объекты какой-то сомнительной истории, с сомнительными документами и прочее. Всем привет! Меня зовут Александра Синицына, и я являюсь специалистом в сфере недвижимости вот уже более 10 лет. Постараюсь ответить на вопрос кратко, но емко. Во-первых, начнем с того, что каждая вторая сделка на рынке недвижимости происходила и происходит с использованием кредитных денежных средств, а именно ипотеки. Так как ключевая ставка ЦБ повысилась до 20%, то естественным исходом такого повышения является, что абсолютно точно, отсутствие покупательской способности. На 4 марта 2022 года, а это именно в сегодняшний день, когда я сниму это видео, можно сказать, что на территории Российской Федерации ипотеки нет. Ну, конечно, временно нет. Все больше банков отказываются от льготной ипотеки, но она все еще продолжает существовать, и некоторые банки ее, конечно же, используют. Вчера была ставка 12, сегодня ставка 22, 27, но там какие-то ставки реально такие будут. Да, они большие, и опять-таки, если придерживаться логики, то просто ипотечник вымрет, как покупатель. И это спровоцирует обрушение рынка. Обрушение рынка на какие проценты говорить не будем, потому что тоже непонятно. Но, повторюсь, что в прошлом видео мы говорили о том, что рынок должен будет пойти вниз, потому что процентная ставка будет расти, но произошло обратное. Поэтому может ли быть такое, что по новым процентным ставкам, когда будет 20% ипотека, рынок пойдет вниз, все на это идет. Но рынок может повести себя по-другому, потому что рынок такая штука, там слишком много факторов, слишком много переменных, которые нужно учитывать. Друзья, всем привет, меня зовут Влад, я занимаюсь покупкой и продажей недвижимости чуть более 5 лет. Хочу поделиться с вами своими взглядами, что будет происходить с рынком и со своей практикой, что происходит сейчас. Начнем с самого главного. А ни в коем случае не стоит поддаваться панике. К любой покупке стоит отнестись с точки зрения логики, а не эмоций. Сейчас на рынке наблюдается повышение спроса, так как люди переживают за свои денежные средства и стараются снять их с каких-либо счетов и вложить в недвижимость. Понятно, почему в недвижимость, так как, допустим, держать их на каком-либо вкладе, ну, действительно небезопасно. Про какие-то акции, фонды, биржи я совсем не говорю. А рынок криптовалюты, это, во-первых, для многих остается по сей день не совсем понятным. Во-вторых, это все-таки большая волатильность рынка. Основная ошибка людей сейчас заключается в том, что они слишком сильно торопятся. Действительно, начали сметать и покупать то, что стояло уже годами, либо потому что это было совсем не ликвидно, либо были какие-то юридические проблемы. Что касается рынка недвижимости прямо сейчас, сделки идут. Где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Сейчас, на данный момент, тенденция такая, что люди в большинстве своем в панике спасают свои деньги, перекладывая их в бетон. Все хотят вложить свои деньги. Те, у кого были вклады в других иностранных государствах, они, дабы не потерять деньги, чтобы они там не заморозились, они также перекладывают свои деньги в недвижимость в России. Хочу сказать, это и логично, потому что, если мы посмотрим, из чего состоит современный дом, это земельный участок, бетон, фасады, инженерные системы, лифты, система кондиционирования, сантехника, все это, кроме земельного участка и бетона, мы покупаем из-за рубежа. В связи с санкциями теперь застройщикам приходится покупать это за доллары и за евро. В связи с возросшим курсом это становится все дороже и дороже, и себестоимость строительства тоже растет. Естественно, это будет сказываться на нас с вами, на покупателях. Конечно, стоимость недвижимости будет расти. Всем остальным, у кого сейчас там ипотеки по 20-25%, я хотела бы сказать буквально пару слов. То есть, первое, не воспринимайте чьи-либо советы и гипотеза как инструкцию к действиям. То есть, в любом случае, если вы все-таки решили сейчас что-то себе покупать, имейте в виду, что риски у вас точно есть, это первое. Во-вторых, если вы с кем-то советуете, соберите, ну, три, ну, четыре каких-то мнения разных, и из этого их уже проанализируете. Второе, не совершайте, пожалуй, сейчас никакие эмоциональные покупки, потому что эмоциональная покупка может привести вас к куда более плачевным последствиям, нежели отсутствие этой покупки как таковой. Ну, еще, конечно, хотелось бы добавить, что если вы сейчас решили взять ипотеку, обязательно посчитайте, если вдруг у вас сейчас там потеряете работу, уменьшится зарплата или еще что-то, потянете ли вы ее. То есть, если вы собираетесь взять ипотеку просто потому, что, потому что действительно поступает много запросов, когда спрашивают, какая цель покупки, цель покупки просто покупка, то есть, никакой такой общей цели нет. В этом случае я думаю, что все-таки не нужно этого делать, потому что очень сильно велик риск просадки рынка, и все же, все, что я говорю, конечно, не является никакой персональной рекомендацией, думайте сами, решайте сами, берегите себя и не делайте эмоциональных покупок и поступков в целом. Всегда интересно просто, кто эти люди, я публикую в сториз машины по новым ценам, когда X5, который стоил там, не знаю, 8-9 миллионов, и все кричали дорого, сейчас их уже продают по 13-16 миллионов, и сам факт того, что их все равно покупают, потому что думают, что он будет стоять еще дороже. Знаете, что страшно? Ну, я слышал, что правительство об этом уже сказало, что есть там указ, приказ, не знаю, как это правильно, чтобы не изменяли ключевые ставки по ипотекам на действующих условиях. То бишь, если я взял, например, под 12%, чтобы банк не пришел, мне не сказал, типа, слушай, сорян, теперь тебе будет 22. Как ты думаешь, вообще может такое произойти? В истории такое было. Такие истории бывают с людьми. Я думаю, что такое не произойдет, но в любом случае, я думаю, что нас ожидает, во-первых, много людей, я думаю, что потеряют работу, источник заработка, я думаю, что у нас в ближайший год, два, три, ожидает прям большое количество объектов с обременением, которые выходят на рынок. Это вообще страшно. Это страшно, потому что у нас такие сделки могут проводить только с покупателями, у которых наличка. Сейчас люди от налички избавляются, и продавать будет некому. И если продавать будет некому, никакой другой причины, кроме как, никакого другого действия, кроме как понижения в цене, не сможет провоцировать покупателя как-то подсобирать наличку и купить этот объект. Поэтому все факторы, вот абсолютно все предпосылки для того, чтобы рынок недвижимости пошел вниз. Вот об этом говорят абсолютно все. Это и процентная ставка, это и потеря работы, это и вкладывание денег в недвижимость или наличка, потому что люди просто не знают, что делать сейчас с деньгами. Сейчас самая распространенная заявка по работе, это, Дамир, купите однушку, найдите какую-нибудь однушку или студию. К чему же все это приведет? Если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, то здесь у меня есть твердое убеждение, что цены на квартиры, на вторичку, наконец-то стабилизируются и, как говорится, придут в себя. За последние два года стоимости на квартиры повысились до неадекватных высот. Все это происходило вследствие низкой процентной ставки и благоприятной экономической ситуации в стране, но за это время стоимость повысилась более чем на 30%, а это не является нормальным приростом. Сейчас краткосрочно будут происходить стремительные продажи вследствие того, что граждане, у которых есть предодобрение на ипотеку от 10 до 12%, они постараются реализовать и приобрести себе жилье. У многих такое предодобрение действительно до 5, 20 и 27 марта. Вот именно в эти сроки будет максимально высокая активность, максимально высокая покупательская способность на вторичную недвижимость. У меня, если честно, уже сейчас разрывается телефон на все мои объекты вторичку. Итак, что же будет происходить с рынком в ближайшее время? Как я уже говорил, я предполагаю краткосрочное повышение спроса, далее все-таки такую умеренную стагнацию. В какой-то суперогромный обвал рынка я, если честно, совсем не верю. Наша страна переживала уже разные кризисы. Это был и кризис 2008 года, и 2014 года. Да, конечно, это все привносило определенные корректировки в рынок недвижимости, но такого, чтобы прям супер он падал, не было никогда. Прогнозы я могу дать. Эта ситуация очень похожа на ситуацию в 2014 году, когда также Центробанк с 5% поднял ключевую ставку до 17%, и потом в течение 2-3 месяцев он начал плавно снижать ставку своими госпрограммами. Никакого дефолта точно не будет, потому что Центробанк с Набиулиной долгое время готовился к этим событиям, начиная от платежной системы МИР, заканчивая погашением госдолга и всякими государственными программами, такими как господдержка и семейной ипотекой. Все это было направлено на то, чтобы избежать дефолта, чтобы поддержать нашу экономику. Конечно, некоторые продавцы тоже захотят воспользоваться этой ситуацией, повысить свой ценник на квартиры еще выше, но тут, как бы, понимаете, 50 на 50. Либо они попадут в эту волну, либо нет. Ну, соответственно, после этого бума цены на вторичную недвижимость будут постепенно снижаться, но я прошу вас не путать и не считать, что это падение рынка, или спад, или провал. Ни в коем случае нет. Цены на вторичную недвижимость наконец-то нормализуются, да, и станут именно таковыми, какими они должны быть. И, возможно, наконец-то, после того, как и процентная ставка будет уменьшаться, мы достигнем того баланса между ценой и процентной ипотечной ставкой, которого не было на рынке недвижимости уже очень много лет. Конечно, сделок с недвижимостью в этом году в сравнении с прошлыми, очевидно, будет меньше, но я надеюсь, что уже в ближайшее время банки начнут работать в привычном для нас с вами режиме и выдавать ипотечные кредиты. Ставка сейчас оставляет желать лучшего, но если же вы, допустим, увеличиваете свою жилую площадь, допустим, продаете свою квартиру, покупаете что-то взамен и доплачиваете 2-3 миллиона, то даже эти проценты кажутся уже не такими огромными. Для всех остальных стоит учитывать, что никуда не делись субсидированные льготные семейные ипотеки. Как только банки заработают, их будут снова выдавать и под эти условия действительно подходит очень большое количество семей. Давай хорошую новость скажу. Хорошая новость в том, что цена, если мы говорим в целом про недвижимость в Москве, она не растет вот сейчас. Есть уникальные случаи, то есть, условно, некоторые собственники и некоторые не очень профессиональные агенты, они увеличивают стоимость из-за паники. То есть, что сейчас происходит? Вот, например, если до 24 февраля цена, например, за объект, условная цифра была 10 миллионов рублей, после 24 февраля она также стоит 10 миллионов рублей. Только если до 24 февраля у них был, например, один показ в 2 недели, то сейчас у них один показ в день. Ну, то есть, намного больше спроса там. У них покупателей было, если до этого один, то сейчас их 5. Но если они поставят, например, цену в 10 500, то есть, пойдут на увеличение, то у них покупателей будет ноль. Потому что рынок, повторюсь, он не растет, но количество предложений по цене их много. Вот. В связи с этим сложность на работе, на подбор и на покупку сейчас. То есть, у меня вот на данный момент с одним клиентом сорвалась уже третья сделка. Сейчас ищем четвертый объект. А срывается? Что происходит? Смотрим объект, он нам подходит. Мы не торгуемся, мы сразу вносим аванс прямо на месте. Начинается подготовка к сделке. Человек, продавец, понимает, что скоро у него сделка. И он, наверное, начинает только в этот момент задумываться, а что с деньгами делать? Вот сейчас он получит. Он не знает, что с ним делать. И, значит, что делают? Отменяют сделку просто. Либо за день, либо за два до сделки. Ее отменяют. Говорят, что передумали, мы не знаем, что делать. У всех свои цели и планы, почему они продают. Вот, например, один из объектов, который тоже сорвался у человека, 8 миллионов рублей ипотек. Для нее это была очень серьезная кредитная нагрузка. Она не справлялась. Она взяла ипотеку в декабре того года. То есть, прошло два месяца, она поняла, что она не выводит. И ей надо избавиться от этого объекта. Но, когда она продаст этот объект, у нее будет 2 миллиона рублей, она получит на руки. И вот даже с этой небольшой относительно суммы, она не знает, что с ней делать, поэтому отказалась от сделки. И плюс еще вывели кредитные каникулы. Слушай, я тебе могу так сказать. Мы сейчас ездим, как ты знаешь, активно снимаем различные новостройки, общаемся с жильцами. Если до всех этих, так сказать, неспокойных времен-то люди покупали квартиры на этапе котлована и ждали их вместо одного-двух обещанных лет по 8-10. Сейчас некоторые застройщики, которые строят жилые комплексы в Москве, в частности, пишут мне с желанием прорекламироваться. То бишь, что они хотят? Они хотят, чтобы я сказал людям, ребята, вот здесь классно, несите деньги туда. Они приносут туда деньги, они скажут, молодец, Машков, на тебе кусок хлеба, а денежки уйдут хер знает куда. То бишь, я думаю, что так и будет, что ни хрена никто сейчас особо достраиваться не сможет. Будет какой-то хаос сейчас начнется. Они залезают просто в последний вагон, заберут все деньги и смоются. Вот, поэтому, что ты посоветуешь людям, которые сейчас сидят и все-таки верят? Мы не будем говорить, что все застройщики плохие. Есть те, кто свои обязательства выполняет. Джон, будь добр. Свои обязательства выполняет, пусть с какими-то нарушениями сроков, но достраивает. То есть нет такого, что прям каждый застройщик ни хрена не делает. Но вот на сегодняшний день сижу, у меня там 5 миллионов, например, 6. Вот там однушку можно купить, сейчас пока она доделается как раз. Ну, короче, смысл ты понял? Я понял. Скажу, что в ближайшие года мы станем свидетелями о того, как хорошо работает государственная поддержка недостроев. Потому что недостроев будет много. И по поводу советов, что касается новостроек, вкладываться, не вкладываться. Ну, мне кажется, более глупая сейчас позиция, чем вкладываться новостройкой, можно только деньги сжечь просто. В новостройке сейчас категорически просто никакому застройщику я не советую в котлован куда-то залезать. Нормальная история, когда объект уже введен в эксплуатацию, оформлена собственность, и вы покупаете это как вторичку. Это нормальная история. Нормальная история, когда объект уже построен, и сейчас происходит процесс оформления собственности. Это тоже нормальная история. Даже если объект уже на финальном этапе находится в строительстве, если у него там остались только отделочные работы, которые могут не доделаться, а если они не доделаны, может весь дом в эксплуатацию не ввестись. Либо там не все этажи еще достроены, я категорически не рекомендую. До котлована я даже смысла не вижу обсуждать, это очень сейчас рискованно. И сразу скажу, что очень часто просто слышат от потенциальных клиентов, что, а как же самый большой застройщик. Пик. Да, он же достроит. Ну скажу так, что когда-то Мортон тоже был самым большим застройщиком, не достроил. Не достроив очень много и по сей день. Пик некоторые объекты у них достраивал, некоторые объекты, как в Щербинке есть большой проект, Южный квартал, он не достроен до сих пор. Там три объекта из 12 достроены. Нашумевший Урбан тоже был большим застройщиком. Ну да, недавно мы как раз. Количество проданных квадратных метров, количество капитализации и объемов строительства никак не спасает от банкротства. Ну, к сожалению. То есть, даже если застройщик самый большой, самый крупный, я бы к нему не лез. И если мы говорим напрямую про Пик, а именно их ответвление дочерней компании Пик Бройкер, которая занимается купли-продажей недвижимости в том числе, то у Пик Бройкера, например, массовые увольнения уже начались. Поэтому я бы не рекомендовал никакому застройщику сейчас идти и ни на каком этапе объект не покупать, кроме то, что я сказал. Что касается первички, первичного рынка недвижимости. Тут как раз совершенно все противоположное. Цены на новостройки никак не могут уменьшаться вследствие того, что они не являются самостоятельными какими-то элементами. Цены на новостройки формируются из многих факторов, как, например, закупка стройматериала для строительства или оплата процентов по кредитам, которые застройщик платит банку. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в настоящее время застройщики открывают кредитные линии для того, чтобы реализовывать свои проекты. То есть они строят не на собственные средства, а на кредитные, за которые платят определенные проценты. Деньги жидольщиков, они хранятся на эскроу-счетах. Закон о эскроу-счетах был принят 1 июля 2019 года. Федеральный закон 151 ФЗ. Так вот, в случае повышения стоимости хотя бы на одну категорию строительных материалов, застройщик не может сохранить цену объекта, а уж тем более понизить ее. То есть на 20 процентов увеличивается стоимость, к примеру, бруса, на 20 процентов увеличится стоимость объекта недвижимости в новострой. Именно поэтому стоимость новостроек будет расти прямо пропорционально росту цен на необходимые для завершения строительства категории. И, вероятнее всего, именно с новостроек начнется понижение процентной ставки по какой-нибудь вновь созданной ипотечной программе. Если говорить о долгострое, о замороженных стройках, то такие риски, они, конечно, всегда были и остаются, никуда не надеваются. Их смогли минимизировать как раз-таки в 2019 году введением этих эскроу-счетов. Поэтому не забывайте, уважаемые дольщики, что ваши деньги, они сконцентрированы в банке на счетах, да, и они находятся в сохранности. Но вот факт того, что через 2-3-4 года это уже будут совершенно другие суммы, но это другая история. В принятии 214 фаза они, по идее, уже должны работать. Просто те моменты, которые они должны были работать, они не всегда работают. Иногда работают, иногда нет. То, что вы снимали, видим, как они не работают. Значит, я говорю про то, что это начнется, это будет иметь массовое значение и посмотрим, как государство будет с этим справляться. Я думаю, что будет так же, как и сейчас. Что-то достраиваться будет, что-то достраиваться не будет. По какому приоритету, по какому смыслу их будут выбирать, это тоже непонятно. Квартиры, если кто-то думает, что будут дешеветь, к сожалению, это не так. Сейчас возросла себестоимость строительства, к тому же с появлением эскроу-счетов, с появлением проектного финансирования мы теперь деньги кладем не на счет застройщика, а на замороженный счет в банке. То есть застройщики получают деньги дольщиков только тогда, когда дом сдается. То есть до этого момента деньги лежат у банка, и застройщики берут кредит на строительство дома у банка. Поэтому, так как увеличилась ключевая ставка, также увеличился и процент, под который застройщики берут свой кредит у банков. Если кто-то хотел вложиться в недвижимость, то, конечно, вкладывайтесь, она будет расти. Но самое главное сейчас быть осторожным, потому что, так как у нас прекратились почти 70% поставок стройматериалов и комплектующих, таких как лифты, допустим, Коне сегодня объявил о том, что он больше не будет поставлять в Россию свое оборудование. А для, допустим, элитного сегмента это очень существенно, почти во всех домах стоят лифты Коны. И заменить сейчас, на самом деле, их пока нечем. Поэтому будьте осторожны. Я бы советовала вам покупать квартиры сейчас только у застройщиков-гигантов. Вот в Санкт-Петербурге такие. Это ЛСР, Сэтл, Эталон, ЦДС. То есть каких-то более мелких застройщиков, у которых нету столько мощностей и запас антикризисных мер, я бы не советовала, потому что будет очень обидно, если дом не достроится, вам вернутся ваши деньги в полном объеме, но за эту сумму, так как квартиры повысились, вы уже не сможете купить равнозначную квартиру. Поэтому будьте осторожны. Кто хотел купить квартиру в новостройке, покупайте только у больших проверенных застройщиков, потому что цены будут только расти. Ипотеку, если что, через полгода можно будет рефинансировать. Да, блин. Ну и что делать людям, у которых теперь не будет возможности брать в ипотеку? Ну как ты считаешь, какой выход из ситуации? Пока арендовать. Арендовать продолжаем? Пока арендовать. То есть теоретически, те, кто покупают эти однушки сейчас, вкидывая в них деньги, с желанием в дальнейшем их сдавать, как говорится, без хлеба не останутся. Город большой, многие наверняка со стороны будут переезжать также в Москву в поисках работы. Ну да, сейчас как это было в 2008-2014 годах. То есть сначала из Москвы пойдет отток, потому что люди теряют работу. Люди возвращаются в свои регионы. В своих регионах они понимают, что ситуация еще хуже. И они потом плавно возвращаются в Москву. Потому что Москва, ну как бы исторически как сложилось, что всегда начинает этот процесс улучшения экономики, новые рабочие места и так далее. Но все равно Москва это центр, поэтому всегда отсюда все начинается. Друзья, в этом ролике принимали участие также и другие люди. На всех мы оставим ссылочки в описании. Не забывайте, что у нас есть главный спонсор, ссылочки на которого первыми. Но в любом случае тебе спасибо. И в качестве рекламы тебя, Дамир, мы на тебя оставим контакты. Какие там у тебя сейчас новые услуги? Что, почем, как, чего рекламируешь? Самое, наверное, новое и самое главное, что стоит сказать, это ко мне часто обращались, поступали заявки из регионов. И люди просили помочь провести сделку, проверить объект и так далее. К сожалению, раньше это было невозможно, теперь возможно. А теперь, если вы собираетесь купить какую-то недвижимость, и вам ее нужно проверить, проверить ее собственника, сделать вам, подготовить юридическое заключение с подписью юриста действующего и так далее, и чтобы сделка прошла безопасно, теперь это можно сделать из любого региона, подходит любой объект недвижимости, который находится в любом регионе РФ. Все проверим, все сделаем, вращайтесь, поэтому теперь безопасные сделки можно везде проводить, не только в Москве. Таким образом, друзья, все ссылочки оставляем в описании. Надо звонить, общайтесь, договоритесь, работайте. Не договоритесь, не работайте. Я надеюсь, что данный сюжет был действительно актуален и полезен. В любом случае, получили новую информацию, актуальную по рынку, ну, как минимум, на момент марта-апреля 2022 года. Что будет дальше, покажет время, мы будем следить, и как только будет какая-то новая актуальная информация, обязательно снимем новый сюжет и разместим его. Не забывайте, что бы ни случилось с Ютубом, будем продолжать вести свою творческую деятельность и размещаться на других площадках. Поэтому подпишитесь прямо сейчас, чтобы мы с вами не потерялись. У меня на этом все, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч всем, пока-пока.